Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Орел и Решка. Кругосветка. И наконец-то, в который раз мы пересекаем Экватор и добрались до Эквадора, в город Гоякиль. В общем, короче, я не знаю, чего от этого ждать. Наверное, опять придется какую-нибудь гадость есть, да? Ну хорошо, не проблема. Нет, не буду. Все, достаточно с меня. Давай кинем. Орел. Решка. Все равно я буду по-богатому. Все равно будешь победным, все равно будешь победным, тебе не повезет. Тебе не повезет, тебе не повезет. Да? Да? Чего ты так сильно улыбаешься? Это тебе за Гондурас. Унамас. Ой, 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 да ты просто не знаешь, как можно круто отдыхать со стабаксами. Я здесь так отдохну. Я тоже, правда, не знаю, но я отдохну. Далеко-далеко, на другой стороне земли, в экзотической стране Эквадор, на реке Гуайес, стоит город Гуаякиль. Здесь реки текут вспять. По улицам ходят настоящие драконы. А еда убегает со стола. Здесь можно на качелях взлететь к облакам и попасть в котел к дьяволу. Здесь можно на качелях взлететь к дьяволу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выбрал себе самую необычную и оригинальную машину в городе. Таких на весь Гуаякиль больше нету. Большая, белая, роскошная, представительная. Ну, в общем, подавайте ее сюда. Встречайте, единственный лимузин в Гуаякиле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! Это авто — детище местных слесарей. Настоящий лимузин стоит дорого. Поэтому те просто взяли автомобиль Hyundai Elantra, приварили середину от еще одного Hyundai, приклеили логотип Кадиллака и оторвали несколько букв от названия модели. Получилось неведомое чудище под названием ЛАН. Это же серьезно, это самая необычная машина в городе. В ней прекрасно все. Инновационная откидная крыша. Бронированный бензобак. Новая система гибких окон. И съемное антикрыло. Клево тоже. Ах, да. Шофер моего представительского авто одет в спортивке. Но в Гуаякиле эта лабуда считается чудом техники. За него просят две тысячи долларов за два дня. И оно собирает толпу зевак. Как дела? Классно, нравится тебе здесь у меня? По-царски, правда? Только золотая карта это может позволить. Каждого туриста в Гуаякиле встречают не хлебом с солью, а по-местному, по-эквадорски. Круто ведь. Прям в аэропорту растут бананы. Они здесь, как у нас абрикосы или груши на деревенских улицах. Отличный способ сэкономить. Ах, еда. Но это еще не все прелести эквадорского города. Друзья, Эквадор это прекрасная страна. Единственная между прочим страна, в которой безвизовый режим. Причем для всех. Просто не нужно заворачиваться с документами. Просто взял и прилетел. И самое важное, здесь не нужны меня деньги. Потому что тут доллары. До центра города можно добраться на такси всего за 5 долларов. Но есть способ еще дешевле. До центра города можно добраться на метробусе. Это то же самое, что и метро, только автобус. Вот. Двери, как в метро. Отдельная полоса для автобуса. И ходят они четко по расписанию. Это же очень удобно. Никаких пробок. И всего лишь 25 центов. Жарко. Закрываю я свой дизайнерский люк. Опа! Господи, его еще не закрыть. Надо машину остановить, чтобы его закрыть. Мой гоякильский лимузин не перестает удивлять. В баре вместо шампанского вдова клико водичка в пластиковой бутылке. В салоне вместо кожи алькантара старый дермантин. Но и это еще не все. Выходим. Офигеть, с ума сойти. Машина не может проехать маленького лежачего полицейского, потому что у нее нет клиренса. Это смешно. Может и водителю тоже выйдет? Давайте ее просто толкать будем. Клево, да? Молодец машинка, молодец! А город такой очень миленький. Много зелени. И, кстати, что немаловажно, в здании не обнесены колючей проволокой. Знаешь, здесь безопасно. Это меня радует. И несмотря на то, что Гоякиль – это самый большой город Эквадора, выглядит он достаточно простенько. Уютный. Не похож на мегаполис, знаете, с огромными высоченными небоскребами. Гоякиль – типичный город-работяга. Но не замызганный и хмурый, а вполне себе опрятный и какой-то бодренький. Гоякиль – очень удобный город для нищебродов вроде меня. Потому что тут полно разных интересных интересностей, которые можно увидеть абсолютно бесплатно. Ну что ж, айда в бюджетный тур по городу. Достопримечательность первая – река Гуаес. Самое интересное, что два раза в день эта река поворачивает вспять. Смотрите, сейчас вода в Гуаесе, как и положено, течет в океан. Но когда в океане начинается прилив, вода течет обратно. Река просто взяла и поменяла направление. И теперь весь этот мусор, все эти кусты, которые текли в том направлении, теперь текут туда, обратно. Первым делом я поехал в самое популярное заведение Гоякиля. Все местные говорят – это настоящая гордость города. Ну что ж, посмотрим. О, похоже на начало футбольного матча. Кругом одни мужики. Очереди на входе. И вереница автобусов, которые подвозят новых болельщиков. Да ладно! Гордостью Гоякиля оказался здоровенный публичный дом. Я, конечно, не по этим делам. Но местные говорят, что если ты не был в публичном доме в Гоякиле, то и Гоякиля ты не видел. Но самое удивительное – это атмосфера, которая тут царит. Это больше похоже на какой-то фестиваль. Вот, торгуют арахисом. Тут наливают пивко. Из баров валит музыка. Все веселятся. Обсуждают новости города. Даже танцуют. Единственное, что напоминает о публичном доме – девочки в одежде, похожей на конскую убришь. Тут вообще никто никого не стесняется. Не прячет лица от камер. Все с тобой разговаривают, подбадривают и советуют, какую девочку выбрать. Долг ведущего обязывает разобраться в этом феномене. А поможет мне местная жрица любви – Таис. Как вам, а? Как вам, а? Как вам, а? Как вы, а? Час需要 мне местной жрицу. Как тебе? Я у меня люблю тебя. Я слишком много. А вот еще одна достопримечательность города Гуаяки – знаменитый парк-семинарио. И знаменитым его делает не красивенный собор, не высоченные пальмы и даже не памятник, а игуаны. Какие же вы страшненькие. В парке живет штук 100 здоровенных ящериц-игуан. Для местных они как для нас белки. У нас за то, чтобы посмотреть на одну игуану за стеклом, берут деньги, а тут сами к тебе лезут. Если хочешь, чтобы ваши отношения с игуаной перешли на новый уровень, их нужно покормить. Для этого тут даже продают пакетики с салатом и капустой. Еда, 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 игуаны, еда. Еда, еда, салат. Теперь игуаны дадут себя почесать. Посмотрите, их можно реально потрогать. Анатомически считается, что у игуаны есть третий глаз. Он находится вот здесь, при серединке. Вот видите, сейчас он в виде такого небольшого кристаллика. Никто точно не знает, зачем он нужен. Знают только, что он может лишь различать свет и тень. Что такое? Что слышишь? Нет проблем, в принципе. Тебе там удобно, извини? Знаешь, мне просто без Лесси, без подружки своей скучно, а ты поедешь со мной. Мы с тобой сегодня вечерком выпьем винца. Ты уже полезаешь в рюкзак? Ну полезай, полезай. Вот это хвост. Точная копия Лесси. Ну, я на самом деле с тобой по душам хочу поговорить. Итак, что же это за публичный дом такой, где никто никого не боится, не прячется и работает при свете дня? Наш публичный дом – официальное государственное учреждение. Ну как школа или поликлиника. Слушайте, с 18 лет, и действительно государство за этим следит, с 18 лет можно легально заниматься проституцией. Ты приходишь и говоришь, я хочу быть проституткой, мне 18 лет, пожалуйста. Вот тебе условия, вот тебе все, значит, полный социальный пакет, медицинская страховка. Каждой девочке выделяют рабочий кабинет. Вот такая вот тесная коморка, солдатская кроватка, простыночка. Даже душ у нас есть в туалетах, друзья. Стоимость услуг фиксированная – 12 долларов за один раз. Из них 2,5 бакса бюджетница отдает государству. В день у нее бывает 30 клиентов. То есть чистый доход в день до 300 баксов. Для Эквадора это месячная зарплата. Я хочу поработать еще 5 лет, переехать в другой город, где меня никто не знает, купить там фирму и завести детишек. После легализации и проституции на улицах стало меньше преступности. Девушки получили легальную работу. В бюджет потекли деньги. Так что все довольны. Но как-то принять это все равно сложно. Самые богатые люди в Гоякиле – хозяева банановых плантаций. Кроме городских квартир, у каждого из них есть небольшое поместье посреди плантаций. Называется оно «Хасьенда». Вот в такой «Хасьенде» я и проживу 2 дня. Ну, друзья, настоящий хозяин «Хасьенды» должен уметь носить пончо и ездить на лошади. Ни того, ни другого я не умею. Ну, будем пробовать. Раньше плантаторы ехали на лошади к своему дому через всю плантацию, чтобы проверить урожай бананов и дать, нагоняя работникам. Ну, а сегодня – это просто такие понты для туристов. Стандартная «Хасьенда» выглядит так. Ухоженный дворик с садом. Конюшня. Жилище для прислуги. И дом самого плантатора. Сегодня его переоборудовали в мини-гостиницу, где можно снять номер за 200 долларов. Хм, как-то подозрительно дёшево. Так. Ой, как здесь. Как здесь тесно. И очень низко. Потолок прямо над головой. Ну, вы знаете, что здорово? То, что кровать нереально огромная. В такую кровать, наверное, можно улечься, не слезая с коня. В номере есть приятные атмосферные детальки, вроде подушек из бычьей шкуры и мыльниц из подковы. Но в целом больше трёх звёзд я бы не дал. Поселившись в Хосьенде, ты платишь не за удобство, а за атмосферу. А тут природа. Свежий воздух. Банановые плантации под рукой. Всё же лучше, чем душный отельный номер. А мы продолжаем наш тур по бесплатным достопримечательностям Гои Акиля. Холм Святой Анны. Место с самым красивым видом на город. Красота требует жертв. Так и в туризме, друзья мои. Хочешь посмотреть что-то красивое? Топает 400 ступенек наверх. Ну поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сто двадцать один, сто двадцать два, четыреста восемнадцать, четыреста девятнадцать. Они не закончатся никогда, там еще есть ступеньки. Четыреста сорок четыре ступеньки. И вот он, вот он открывается, какой вид на триста шестьдесят градусов. Все красоты Гои Акиль. Вот тебе новая часть небоскребы. Вот старый город, кропчонки цветные. Вот залив. Ну вот он, какой Гои Акиль. Когда мы сюда ехали, то совсем не знали, чего от него ожидать. А он оказался очень симпатичным и полным интересностей. Приятно, что в мире еще есть нераскрученные города, которые умеют удивлять. Ну что ж, проведу вам экскурсию по своей банановой плантации. Эквадор — это банановая столица мира. Девять из десяти бананов, которые мы едим, именно с этих грядок. И если у нас хлеб всему голова, то тут банан. Честно, я даже не представляю себе, что можно приготовить из банана. Но есть сырой банан, есть жареный банан, но в конце концов пюре из банана. Это все из банана? Нет. Оказалось, у Гои Акили даже делают из них блюда высокой кухни. Итак, приступим. Стартер. Блюдо называется Эйроэлита де Мадуритто. Это банан, начиненный сливочным сыром, обернутый цукини и украшенный чипсой из помидора. Это невероятно вкусно просто. Это все так вкусно будет. Это очень. Очень странное сочетание. Я совершенно не чувствую вкуса банана. Наверное, он настолько вот нежно приготовлен. Чувствуется сыр. Банан не чувствуется вообще. Следующее блюдо. Лазанья Эверве кон камару. То есть банановая лазанья с креветками, сыром и чипсиной. Чувствую креветку, чувствую помидор, чувствую соус, чувствую сыр. Но банан, опять же, не чувствуется. Я не понимаю. Ну и основное блюдо. Ньокис де Платано. То есть клетки из банановой муки. Очень-очень необычно на вкус. Мне напоминает мокрое печенье с сыром. Такое пикантное-пикантное. Это бы фаршем начинить и будет вообще замечательно. То есть будут такие банановые пельмени. Другое дело. В общем, не могу сказать, что банановые блюда это какая-то высокая кухня. Но само по себе то, что все это сделано из бананов, как явление, это очень прикольно. Хотя это даже не пахнет бананом. В Гуайя-Киле достаточно дешевых хостелов. Но сегодня меня ждет кое-что поинтереснее. Раз, два, три, четыре, пять. Друзья, вот он мой пятизвездочный хостел на колесах. Дармитория на 45 человек. Туалета нет, ванны нет, места только сидячие. Друзья, дико некомфортно. Но зато какой вид за окном. Какие красоты меня ждут. Да ты что? Ну очень здесь мило и приятно. Отличный хостел, друзья. Смотрите, мягкие кресла, просторненько. Кондиционер, освежитель воздуха. И вот, смотрите, даже вай-фай бесплатно. Наверное, пришло время объяснить вам, почему больная на голову Регина собралась спать в автобусе. Все дело в том, что в семи часах езды от Гуайя-Киле есть две чудеснейшие достопримечательности. Качели на краю света… … И котел дьявола. Все они находятся возле городка Баньес— туда я и взяла билет. Ну и согласитесь, быть в Аквадоре и не по التي туда – это глупо. Поэтому ву-ху! Вперед! А так, за 11 долларов я и высплюсь и доеду куда надо. И ему все понравилось, как они догадались. Да, новости Хасьенды. Лежечка, побаюкай меня, пожалуйста. Лежечка, побаюкай. Банюс. Мне говорили, что тут так красиво и качели в облаках. Ну это, пойдем гулять. Блин. Лежечка, побаюкай. Доброе утро. Или не очень. Господи, больно все болит. О, спасибо, сеньора. Кофе? Молочка бы сейчас. Лече? Лече. Бата. Прям вот так? На Хасьенде каждый может добавить себе в кофе свежего молочка. Да уж, свежее не бывает. С ума сойти, я даю корову. Тебе не больно, милая? Спасибо, милая. Спасибо. Я приехала в город Банюс. Это прям образцовый туристический городок. Отсюда и начнется мое путешествие. Ого, вот она качеля. Скоро я на ней прокачусь. Прям облака. Осталось только до нее добраться. Все жители Баньоса живут за счет туристов. Поэтому любой с удовольствием отвезет вас куда захотите. Были бы деньги. Собака, дура, дура, дура! Куда? Мама! 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 10 баксов и я на месте. Поехали скорее, уже очень хочется попасть туда. О страх, да? У меня claws! Я точная мячу, мам! Недалеко от гуая киля есть еще одно развлечение. Кормление зверюшек из джунглей. Для этого я приехал в небольшой заповедник Он мне глаза не выкарит Но главная голодная жительница этого парка – здоровенная рыба арапайма Ага, туда, да? Спасибо, большое спасибо Что это за рыба такая, я не знаю Но судя по тому, что мне дали гору мясо, рыба точно не веган Ну что ж, ловись, рыбка, большая и маленькая Что это было? Почему тут так опасно? Арапайма – это здоровенное трехметровое рыбище Которое жрет не только все живое в воде, но и пролетающих над водой птиц А? А? Нравится? Кормить рыб, конечно, весело, но как-то не по-богатому Вы думаете, это просто так вот все? Нет, на самом деле, для того, чтобы на эту рыбу посмотреть, не съесть А просто посмотреть, достать ее из воды, я сейчас заплатил 200 долларов Да, судя по всему, это просто денег стоит ее достать, реально Да, давай Смотрите, глаза какие На берегу Арапайма уже не такая страшная Похоже на нашего карпа Такое, конечно Но 200 долларов уже не вернуть Приехали! Пойдем кататься! Это такой себе парк аттракционов Заходишь, платишь 1 доллар и катаешься на любых качелях, сколько влезет Хотя, на самом деле, это гораздо больше, чем парк аттракционов Здесь ты можешь почувствовать себя птицей и летать над пропастью Качели на краю света – это, по сути, обычные качели, только стоят они на краю ста метрового обрыва А там реально пропасть! Ну что ж, рискнем Ой, подождите, а это все страховка? Это точно все страховка? Ой, подождите, я выпаду сейчас Нет, я не уверена Нет, он так глубоко и высоко Вон, туши Ой, мамочка! Боже! Боже! Мамочка! Такое ощущение, будто ты паришь! Просто как птица! Хочется расправить крылья и полететь, но только очень страшно! Но, на самом деле, это качелька Так, для тех, кто хочет запостить фоточку в соцсетях Для настоящих экстремалов тут есть кое-что посолиднее Качели над шестисотметровой пропастью Полет кондора На этих качелях уже и страховка посерьезнее Каска? Шлем, да? Спасет меня, если я буду падать с высоты шестьсот метров Точно спасет Давай с тобой обнимемся Вдруг я тебя уже не увижу, а ты меня Я, наверное, еще в туалет сбегаю Все, Регина Ух, собралась И... А... А-а-а! У-у-у-у! О-у-у-у-у-у! О-у-у-у-у! Покормив рыб, я и сам проголодался. И решил отведать местный деликатес. Я приехал в город, который находится ближе всего к джунглям, только для того, чтобы попробовать Чонтак Урос. Что это такое, понятия не имею. Сейчас попробуем, посмотрим. Мило. Немножечко не по-богатому. Здрасьте. Я пришел сюда ради Чонтак Урос. Липаса. Давайте сейчас, несите его сюда. Ничего не понял, что она говорит. Ну, посмотрим, что за деликатес. Вроде не горячая. О, господи, что там? Нет! Отставить! Закройте это! Нет! Что это такое? Липасо? Это липасо? Нет! Нет! Это не по-богатому! Это никак! Нет! Я вам верю! Не трай! Как этот… Господи, какой ужас! Не путаю я это есть! Чонтак Урос – это личинка жука – пальмового долгоносика. Они живут в стволах пальм и считаются опасными вредителями. Но едят их не из-за этого. Чонтак Урос считается самым вкусным и самым питательным насекомым на планете. Он на 90 процентов состоит из чистого белка и протеина. Господи, он смотрит на меня. Я не буду его есть. Нашим движем. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Аа-а-а! Они же такие мерзкие! Чонтак урос можно есть в сыром виде, можно поджарить как шашлык или запечь в листьях банана. Похоже на плавленый сыр. Это уже лучше. Они точно не двигаются? Ну что ж, попробуем личиночий шашлык. Шкурка похожа на шкуру жареной курицы. Не то чтобы прям отвратительно, но сам факт того, что это червяк, что это личинка. Попробуем теперь в тушеном виде. Ну здесь мясо нежнее, как-то даже не отдает вот этой вот куриной шкуркой и по вкусу напоминает омлет. Поприятнее, чем вот те, которые были приготовлены на шпажках. И уж гораздо приятнее, чем живые. Я не знаю, можно это сказать или нет, но вот это к пиву неплохо. Но надо очень много пива. А у индейцев даже принято есть, ну вот эти вот личинки на празднике. Представляете, вот как торт на день рождения. Не знаю, вот он был у меня первым и я, надеюсь, последним. Да? Недалеко от Баньоса есть место, которое тут называют дорога водопадов. Тут их чуть ли не тысяча. Кажется, они соревнуются между собой, кто из них выше, мощнее и громче. Но самый впечатляющий из них – водопад «Котел дьявола». еще 10 баксов водителю и я на месте. Прелесть в том, что ты можешь подойти к водопаду, потрогать водопад и ощутить всю его мощь. Теперь понятно, почему его назвали «Котлован дьявола». Посмотрите, как он грохочет, плокочет и вода с такой силой и скоростью опускается вниз, и страшно просто руку выценить, кажется, что тебя сейчас утянут. Боже мой, правда «Котлован дьявола» с бурлящей водой. Возле водопада можно за 5 секунд оглохнуть и промокнуть до нитки. Но если тебе и этого мало, можно спуститься на дно котла. Да здесь самый натуральный котел! Такое ощущение, что там варят суп! В этом ущелье, что настолько бурлит, такое ощущение, что у нас кипящая вода поднимется на тебя и унесет вместе с собой. Это, конечно, не водопад, Виктория, где миллион литров стекает в секунду, но тоже внушительно. Дорогие друзья, если вы окажетесь в Гойякиле, не пожалейте 6 часов, чтобы добраться до чудесного городка Баньос. Здесь вас будет ждать приятный бонус. Конечно, этих денег вам не хватит, чтобы выловить рапайму, и тем более не хватит на то, чтобы ее приготовить. Но я думаю, Регина вам уже подсказала, как потратить эти 100 баксов. Так что вперед! Дерзайте! Для того, чтобы найти наш клад, отправляйтесь в городок Баньос. Гуляя по улице Монтальва, вы увидите водопад. В 100 метрах от него на территории заброшенной стройки и спряталась наша бутылка. Удачи! Пока! Гуаякиль Гуаякиль, город которого нет на туристических картах. И многого от него не ожидаешь. Но это уже какая-то чуйка, что если отправляешься на другой конец света, скучно точно не будет. 100 долларов тут хватит с головой на два дня. Еда! Ну а местной экзотики может хватить на всю жизнь. Господи, он смотрит на меня. Я не буду его есть. Вот это хвост. Точная копия лис. С ума сойти, я даю корову. Тебе не больно, милая? Собака, дура, дура, дура! Ла-милая! 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 Господи! Вот это круто! Эквадор! Фрррррр. Регина! Здравствуй! Здравствуй! Как дела? Как ты провела свои дни в Гуайкиле? Ой, да какой Гуайкиль, Петь? Эти, знаешь, прогулки по набережной. И меня уже не удивишь. Мне вон полетать над бездной подавай. Водопад! Котлован дьявола! Да, это тяжело, но зато… Классно, Регина, тебя уже ничем не удивишь. Кстати, как тебе мое пончо? О, хорошо, вот так, хорошо. Сляпа, ничего. Ты прямо настоящий мачо сранчо. Я был на хосьенде. Мачо сранчо? Слушай, мачо сранчо, в гости девушку больше. Я гулял по кварталу с маститутками, Регина. Об этом потом. Удачи, друзья. Стреться в следующем городе. Что ты сказал? Я с такого передачи не делала.